привет друзья вот и настало утро и давайте посмотрим как же мы все-таки стали за ночь на Бекки напоминаю что Бекки принадлежит к кваториальным водам Сан Винцента и Грин-1 то есть эта часть Грин-1 ну а погодка у нас вот как дуло так и дует скачает поэтому мы стоим посреди моря на Бекки якорная стоянка вот увидите здесь буи и вот там тоже буи вот там а это пирс маленький для тузиков сюда можно приехать Доксайд Марин здесь кстати все по-английски очень удобно после французской территории еще мы только что узнать можно заправить все баллоны европейские и американские и любые любые и стоимость заправки одного большого баллона 65 и си если это 10 фунтов ten pounds потому что здесь империальная система на островах и все продается фунтами и галлонами и прочее прочее так а сейчас мы ищем кастом и для оформления иммигрейшн а вот это здание это поможня кастом импорт нам как раз туда стоимость оформления на санвинсити нам обошлось в 140 и си это 50 сколько три американских доллара короче мы только что прошли чекин на Бекки это сан винсент мы получили короче вот так вот получили две таких бумажки по нестандартного размера это именно декларация лодки на вход и получили вот такой вот штампик типа по оси на сан винсент гренадины и на выходе мы будем туда же ставить аут заправочная станция сейчас узнаем сколько стоит дизель 1164 за галлон до дизель 1164 за галлон это на 1 и 7 доллар 15 за литр и на 1 карибский доллар дороже чем литр на домините на самом деле бекки и адмиралити бэй это одна из моих любимых букв бухт на карибах мы зашли выпить пиво потому сейчас у нас 12.30 это время как вы понимаете пиво которое называется героин или как-то очень похоже вот действительно разные вещи такое мистическое кафе здесь на пляже привозят лобстеров продают и самые большие лобстеры на карибах огромные такие по несколько килограмм мы сейчас едем ставить лодку на буй вот такая лодочка вот и зеным а окей и они сейчас нам помогут поставить лодку на буй мы сейчас вынимаем якорь и будем переставляться на буй слава еще швартовый вешает на котором мы стоять будем на носовые утки вэри профессионал сеньки на ну вот все мы стоим на буй в этом городочке прекрасно вот такая чистая вода чистая причистая с песчаным дном едем на берег и мы теперь будем стоять на ровной воде без этой качки жуткой класс вот эта бухточка в которой все лодки стоят и вот мы там стоим теперь нас не будет качать наконец-то потому что всю ночь вот там вот на выходе из бухты было такое о пираты лев лобста а вот мастерская по ремонту парусов на самом деле она все такое маленькая и задрыпанная но здесь есть вся инфраструктура кстати я вам говорил касательно открыток с разных мест пять комментариев открытки шлем прямо отсюда прямо вам что тут есть все знаки написанные от руки прикольно такая именно средневековья медива вот так Это не первый раз. Это подарок для тебя. Когда ты ходишь, ты обрабатываешь вкусы. Это фрук для человека. Это фрук для человека, да? Это фрук для антибиотиков, которые должны бороться к кинцерам. Так что ты взвешиваешься, и ты хорошо. Да, я знаю. Это очень вкусно. Пашенфрук. Да, мы знаем это. Мы просто хотим, чтобы ходить по кругу, но мы должны купить его для фруктов. Что ты назвал? Саншайн. Вообще, это место, на котором происходит куча прикольных встреч и куча интересных знакомств. Например, вот сейчас мы встретили здесь на Карибах Валеру Петучака. Я думаю, вы знаете. Кто это? А те, кто не знает, это мой друг и яхтсмен. И у него яхтенная школа в Киеве. Конкуренты, на секундочку. Но мы дружим, несмотря ни на что. Валера, я еду к тебе. Где пиво? Холодное. Жди меня. Так, сейчас мы стоим на Беке. И у нас ближайшие планы. А ближайшие планы это совсем ближайшие. В течение, наверное, скольки часа, да? В течение часа мы уходим и идем на Тобаго Кис. Рост, что ты будешь готовить? А мы будем готовить яйца пашот. Да, у нас так. Ростик, сколько нам до Тобаго Кис? 25. То есть полтора часа. 7,8 пива просим. Ап! Руль, тогда надо больше газу, потом меньше. Во, оно. Да, оно. Держи траулер, чтоб не перелетел. С высоты птичьего полета. Ну, вернее, с расстояния. А вот это сам остров, вот эти высокие. Сейчас эти высокие горы нам перекрывают немножко ветер и мы стухли. Сейчас мы идем правым галсом. Почти в downwind. Нам нужно будет поменять на левый галс. Кстати, галсы считаются только те, в который борт дует ветер. То есть если вам дует в правый борт, в правый галс. Если в левый борт, левым галсом. А не то, в какую сторону лодка идет и в какую сторону направлены паруса. То есть галс – это та сторона лодки, в которую дует ветер. Пару слов о рибском яхтинге. Рустик какие-то цифры вслух диктует. Я не знаю, я не понимаю, что это. Координаты, да. 8,8 – координата. Капитан, приборы – 200. Район – 120, что приборы. Какой у нас угол к ветру? Соточка. Это мы идем на первом рифе. Вот видно, здесь волны ветра нету. А вот там чуть дальше белых куча барашков. Там начинается ветер. И вот туда мы идем. Доходим до края острова. Там, где спереди стоит катамаран. И уходим налево под 90 градусов практически. Это будет наш курс. Которым мы будем уйти уже непосредственно на Табаго Кис. Вот корабль разбитый, который стоит между скалами. Когда я был здесь в прошлый раз, это было 4 года назад, он еще был целый. А сейчас от него остался только его носовая часть. Нам, в общем, 8,5 скорость как-то не очень понравилась цифра. Поэтому мы разрифовались. И пошли пока 6, да? Нет. Короче, сейчас десятку выдавим. Сколько выходит? 9,3. Сейчас будет больше. У нас тут спорт десятку выдавит или нет? 9,4. У нас еще 9,5. Давай, давай, еще ветерочка. Чуть-чуть. Волна. Ты меньше рулем маши, тогда у тебя будет просто... Я должна еще держать. Подожди. Чуть-чуть. Сейчас будет навал. Сейчас, сейчас, сейчас разгоним. Но прикол в том, что десятку мы только что выдавили. Вот. Девять. Четыре. Нам осталось 8 миль. Вот этот остров, мы за него заходим вот так. И там весь рай находится. Ростик у нас все время ловит саргас. Вот эти водоросли саргасовые, которые мы снимали и показывали вам в океане. Это просто какая-то катастрофа. Потому что они все время цепляются за спиннинги и невозможно ловить рыбу. Кстати, не забывайте нажимать кнопку подписки. Потому что у нас спереди будет в будущем. Будет очень много классных мест на Карибах. И не пропустите информацию, не пропустите новые клевые ролики. Поэтому внизу колокольчик, нажали на подписку, делайте это. Не верю. Проверьте. Вы знаете, что такое гало? Это такая радуга, которая идет вокруг солнца по кругу. Вот сейчас я вам ее попробую показать. Она вообще вот так вот ее видно. Короче, гало обозначает только одно, что будет очень плохая погода. Она появляется в связи с тем, что большая влажность в атмосфере и ничего хорошего гало не сулит. Я считаю, что некоторые лодки, находящиеся с нами в одной акватории, нам бросают вызов. Слава, Ростислав, у нас есть очень важная задача. Я считаю, что перед нами ходить это унизительно. Догнать, наказать, пиво отобрать, пленных не брать. Газуем. Топчи козюлю. Нам нужно вот дойти сейчас до этой, потом повернуть сюда, дойти до вот этих островов, обойти их вот так по кругу. И вот видите, сколько здесь всего такого видно, да? А вот теперь, как это выглядит вживую. Вообще не так, как на карте. Это все рифы, а там мель. То есть мы сейчас идем сюда, потом проходим туда, и вот там вот вдалеке есть рифы, и где-то вот там мы будем стоять. Нужно быть очень внимательными, потому что здесь очень мелко, и можно запросто навалить на какой-то риф лодку. Дальше. Эй, эй, эй. Направо, кто ты едешь? Право. Да, да, нормально. Раз, два. Где? А? А, так мы туда и едем. Ты идешь по курсу правильно? Ты уверен? Да. Хорошо. Хорошо. Опасочка? Хорошо. Сейчас, или еще не сейчас? Все, нам сейчас налево горечь. Сейчас или еще не сейчас? Сppp. Значит. Этих уделали Вот эти Разграбления города Приготовьте бортовые пушки Можешь поднабить? Ну, может чуть поднабей Это мы так В рифы заходим Вот тут вот Все, вот это все рифы И тут мы такие, посредине на парусах Еще один большой Короче, опасность на опасности Мы тут все это прорулили Между рифов, между других лодок Просто на газище Можем джип собрать Давай Собираем джип Ты ничего не делаешь, ты просто идешь на точку Вот мы уже Вот этот остров И нам сейчас нужно зайти Между островов Вот так вот И вот якоринг И там на Буе Мы должны будем встать Вот мы к нашему другу идем У него там на катамаране Как я говорил Он на катамаране там стоит И нас ждет Где-то Ветренная часть Которая Ну здесь уже волны не Очень много Но все равно она еще и присутствует Видите, как мы близко идем А вот лодки стоят И нам туда Он нам показал, что можно Он нам показал, что можно идти туда И они нас поставят Справа Интересно, там вот возле катамарана Куча птиц тусуются Не едят ли они Валеру Чуть-чуть левее Чуть-чуть левее Все? Все? Все, на нейтром Пойдем Акты Акты Чего я Чегоbes Осо Буду Чего Извините и маленько и вот он сейчас 2 дает стали поздравляем и